Ирина Роднина родилась 12 сентября 1949 года, Г. в городе Москва, Россия в семье кадрового военного и врача. Отец девочки был родом из Вологодской области, мать по национальности еврейка, из Харькова. Родители воспитали двух детей и фигуристки есть старшая сестра Валентина, которая по образованию является инженером-математиком. В детстве спортсменка была слабой по девочкой. После того, как она 11 раз переболела пневмонией, родители решили, что дочь нужно спасать, и приняли решение отвезти ее на каток, чтобы с помощью физических упражнений естественным образом укрепить иммунитет ребенка. Это решение родителей стало судьбоносным для девочки. После того, как Роднина впервые вышла на каток, что произошло в 1954 году, ее биография неразрывно связана со спортом. Сначала ее отдали в школу фигурного катания, затем в секцию фигуристов ЦСКА, потом, в молодости, девушка окончила спортивную школу ЦСКА, а в 1974 стала выпускницей Государственного Центрального института физкультуры. Спортивная карьера миниатюрной Родниной, рост ее составлял 152 см, вес 57 кг, стартовала в 1963 году, когда та заняла призовое третье место на всесоюзных юношеских соревнованиях. Тогда ее тренерами были Чехи Милан и Соня Валун, а партнером Олег Власов. После первой победы будущая олимпийская чемпионка стала воспитанницей Станислава Жука. Вместе с тренером у Ирины поменялся и партнер по фигурному катанию, им стал Алексей Уланов. На протяжении следующих 10 лет Роднина и Уланов завоевывали золотые медали на чемпионатах Европы и Олимпиаде, становясь с каждой победой лидерами на международной спортивной арене. В 1972 году травма Ирины разлучила ее с партнером по фигурному катанию. После трехмесячного перерыва в спорте партнером спортсменки становится Александр Зайцев. Вместе они стали легендами фигурного катания и достигли блестящих результатов на катке, которых не удалось повторить ни одним современным фигуристам. В середине 70-х дуэт перешел под руководство молодого тренера Татьяны Тарасовой, которая делала упор на художественную составляющую каждого номера. Новые идеи позволили паре наиболее полно раскрыть свой потенциал и взять еще два олимпийских золота на выступлениях в Инсбруке в 1976 и Лейт Плэсиде в 1980. В 1981 году фигуристка перешла в большой профессиональный спорт и стала заслуженным тренером по фигурному катанию. С 1990 по 2002 жила в США и вела тренерскую деятельность. Ее лучшим результатом в качестве наставника на международной арене принято считать победу на чемпионате мира пары Ротки Коваржиковой Ирины Новотной из Чехии. Начиная с 2003 года Ирина Константиновна пыталась прорваться на российскую политическую арену, но дважды на выборах депутатов в Государственную Думу потерпела неудачу. В 2007 ей все же удалось стать депутатом от партии «Единая Россия» о Томской области и занять в парламенте пост заместителя председателя Комитета по образованию. В 2011 году она вновь была переизбрана депутатом Госдумы и вошла в состав Комитета по вопросам женщин, семьи и детей. При этом в «Единой России» фигуристка возглавила несколько внутрипартийных проектов, посвященных развитию российского спорта. Роднина вошла в Совет по физической культуре и спорту при президенте РФ, она стала участницей церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Бывшая фигуристка и прославленный хоккейный тренер Владислав Третьяк зажгли Олимпийский огонь. Ирина Константиновна успела внести свой вклад в развитие детского спорта в России. В мае 2019 года она приняла участие в 17-м международном фестивале спортивного кино «Красногорске», в июле побывала в Ханты-Мансийске, где прошли пятые всемирные игры юных соотечественников. В том же году Роднина поддержала проект «Дворовый тренер», в котором приняли участие спортивные организации 60 регионов России. А в сентябре депутат отметилась на открытии десятых юношеских игр Азиатско-Тихоокеанского региона, которые состоялись во Владивостоке. Летом 2020 года чемпионка вошла в состав российской делегации в парламентской Ассамблее Совета Европы, возглавил которую Петр Толстый. Полномочия РФ были возвращены в полном объеме. Это событие Ирина Роднина осветила на странице в соцсети, разместив соответствующее фото. Личная жизнь Ирины Роднины не так успешна, как ее блестящая спортивная карьера. Спортсменка дважды была замужем, но фигурное катание стало преградой и в первом, и во втором браке. Первым мужем чемпионки мира по фигурному катанию стал ее партнер по катку Александр Зайцев. В 1979 году у них родился сын Александр, который в будущем стал художником по керамике. Он живет в России, женат и воспитывает дочь Соню. Брак Роднина и Зайцева был наполнен семейными проблемами из-за того, что супруг не мог смириться с успехом жены. Вскоре спортсменка вновь открыла сердце навстречу женскому счастью, влюбившись в бизнесмена Леонида Миньковского, не имевшего никакого отношения к спорту. В 1986 году у пары родилась дочь Алена. В 1990 году олимпийская чемпионка по приглашению американского международного центра по фигурному катанию вместе с семьей переезжает в Америку, но через год вновь остается одна. Миньковский ушел к другой женщине. Этот период Роднина вспоминает как один из самых тяжелых в жизни. Ей пришлось долго судиться с супругом, чтобы доказать свое право на воспитание дочери. Родниной удалось остаться вместе с Аленой, но девочке было запрещено выезжать из США, там она получила высшее образование и осталась жить. Сейчас Миньковская работает ведущей американского новостного интернет-ресурса «Хавпост лайф». Имя Ирины Константиновны оказалось связанным не только с выдающимися спортивными достижениями, но и с множеством скандалов. Так, в 2013 году в твиттере Родниной появилось фото, изображавшее Барака Обаму и его жену на фоне банана. Этот пост публика оценила как расистский, что побудило спортсменку удалить снимок. Только через полгода депутат выступила с заявлением о том, что тогда ее аккаунт взломали. В 2018 году чемпионка проголосовала за поднятие пенсионного возраста, чем вызвало волну народных возмущений. Резонансными становились высказывания политика, касающиеся спортивной тематики. В 2019 году, после поражения российских фигуристов-одиночников на ЧМ, Роднина нашла причину этого в чрезмерной поддержке тренерами Евгения Плющенко. По словам чемпионки, внимание к персоне Евгения не позволило другим талантливым фигуристам сделать карьеру и повлиять на новую смену. Сам Плющенко выразил недоумение после этих слов, но не получил объяснения от Ирины Константиновны. Яркий скандал разгорелся в 2020 году между депутатом и ее бывшим тренером, Татьяной Тарасовой. Известно, что отношения этих дам никогда не были дружескими, но до определенного момента обе придерживались холодно-нейтральных комментариев в отношении друг друга. Ранее в книге «Слеза чемпионки» Роднина сообщила, что неприязнь между ней и тренером зародилась в начале 80-х, когда хореограф Тарасова и Елена Черкасская пожелала перейти к Ирине. В 2020 году Татьяна Анатольевна обвинила экс-ученицу в том, что та оказалась бездушной к коллеге, зная, что Черкасская смертельно больна, Роднина отправила Ту на соревнования в Австралию. Кроме того, Тарасова отметила, что чемпионка всегда стеснялась еврейских корней матери, а потому не приехала из Штатов в Россию проводить родственницу в последний путь. В ответ на это Ирина Константиновна сказала, что у тренера проблемы с головой. В том же году в прессе появилось заявление представителя КПРФ Дениса Парфенова, который просил администрацию президента РФ проверить информацию о возможном двойном гражданстве Родниной. Вместе со спортсменкой в список подозреваемых попал и хоккеист Вячеслав Фетисов.